Наш эфир продолжает очередная встреча с Леоном Вайнштейновым. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну что, давайте поговорим чуть подробнее, мы уже сегодня чуть касались этой темы вскользь, по поводу генерального прокурора Велима Бара. Что происходит, о слушаниях и о том, о заявлении о том, что... Ну, в общем, все по порядку. Да, да, да. Самое поразительное в истории, которую вы уже касались и которую я сейчас расскажу, это то, что Америка не просто разделилась на какие-то там два лагеря, а просто живет в каких-то параллельных пространствах, и у меня есть ощущение, что эти пространства не всегда, скажем, как бы пересекаются. Объясняю, что я имею в виду. А, значит, нам всем, кто следит вроде бы за происходящим, там, я слежу, ты следишь, там, наши слушатели тоже следят, они интересуются чем-то, нам давно известно, что в 2016 году за двумя людьми, по крайней мере, мы знаем это, из команды Трампа начали следить. Одного из них получили, как нам сейчас кажется всем, не совсем законно получили разрешение, так сказать, его подслушивать, его там переговоры вести и тому подобное. То есть, иными словами, получили разрешение за ним шпионить. Помните, в Советском Союзе, значит, шпионы это всегда американцы, а наши, наши, это разведчики. Вот, меня же напоразило, кстати, у американцев все то же самое, значит, вот если шпион, то это плохой должен быть. Почему? Спаинг, то есть шпионаж, это значит слежка. А в словаре, по крайней мере, так написано. Значит, извиняюсь, я, так сказать, немножко отошел от темы. Так вот, значит, это всем известно, об этом писал Нью-Йорк Таймс в свое время, а потом, так сказать, они ушли, замолчали, там, причем писали, как, ага, нашли, вот уже, так сказать, получили разрешение, потому что точно совершенно есть связь. В общем, мы, что называется, все два года знаем о том, что шпионили. Разговор идет, на самом деле, только в том, делали, во-первых, получили ли они это законно или подтасовав факты, а не это ФБР, там, так сказать, и остальные. И второе, на каком основании они потом прослушивали, то, что они прослушивали, не было намного шире, чем то, на что они получили разрешение. И третье, на каком основании они делали то, что в Америке называется анмаскинг. Анмаскинг – это, значит, Америка давно, уже много лет заботится о том, чтобы наши граждане не попали, что называется, в сети правительства и не оказались, что называется, как на ладони. Ты чего говоришь, что делаешь, все известно, и потом, как КГБ к тебе приходит, стучится в дверь и говорит, или просто тебя вызывает. Говорит, значит, там, четыре дня тому назад ты сказал такому человеку то-то и то-то. А поэтому, значит, либо ты идешь в тюрьму, либо ты сейчас начинаешь стучать, так сказать, на дачу. Вот, чтобы этого не происходило в Америке, написано всякие там правила, законы, подзаконные акты, разъяснения и т.д. и т.п. Так вот, значит, мы пытаемся выяснить, те, кто следил, делали это, как я уже сказал, изначально законно или нет, непривычные ли своих полномочий, и потом, когда они делали вот открытие, значит, вот два человека разговаривают, значит, тот, за кем следят, и кто-то еще, или там агент какой-то страны, подозревают, или просто, так сказать, посол какой-то страны, с кем-то еще американцем. Вот, совершенно не обязательно, чтобы все знали, что, о чем они говорили. Значит, если контрразведка решает, что они говорили о чем-то, так сказать, нехорошем, и начальство должно знать, что они об этом нехорошем говорили, есть опасность для страны, тогда они делают, значит, этот анмаскинг, который кто-то из, там, высокопоставленных людей должен подписать, получить вторую подпись, разрешение и т.п. Тогда это имя вскрывается и идет, что называется, наверх, объясняется, что вот такой-то такой-то нехороший человек из Замбабве, или там, так сказать, из России, там, откуда-то, разговаривал с нашим американцем, и вот такое-то было сказано, хотим, чтобы мы это знали. Так вот, значит, ну, такой, так сказать, в течение многих лет вот это количество приблизительно этого анмаскинг, то есть снятия маски с американских людей, скажем, так сказать, раз в месяц, два раза в месяц такое происходило. Вдруг перед тем, как, значит, выбрали, перед самыми выборами, и потом после выборов, до самого ухода администрации Обамы, количество вот этих вот снятий масок выросло на 300%, то есть в три раза. Если было два, стало шесть, если было десять, то стало тридцать. То есть какой-то совершенно непонятный взлет, всплеск. То есть иначе, так сказать, все это непонятно, все это странно. И вот возвращаешься, так сказать, к бару. Его вызвали на два дня, на самом деле слушали, и просто по бюджету. Ничего другого не должно было быть. Но понятно же, что демократы не могут, так сказать, удержаться. И начали разговаривать сначала об отчете Мюллера. Причем очень странно. Люди, которые в Конгрессе, в Сенате, должны заботиться о том и заниматься тем, чтобы у нас все было законно, а не стражей законности. Они сами эти законы производят, а потом они эти законы охраняют. Так вот, демократическая сторона, правда, стала требовать с генерального прокурора Северных Штатов Америки, чтобы он нарушил закон. Причем, так сказать, начало его обзывать всякими словами нехорошими, за то, что он не хочет нарушать закон. В чем закон? Он получил, бар получил от Мюллера и Розенстайна некий отчет 400 страниц плюс 2000 страниц сносок. Откуда они что там взяли, да? Значит, взял эти 400 страниц и вместе с Мюллером и Розенстайном написал выводы. Не содержание полное, так сказать, даже краткое, а выводы оттуда. Вывод номер один. Не было, нет, не нашли никакой связи Трампа и его людей с русскими. И второе, было или не было превышение власти, когда Трамп говорил что-то, делал что-то типа того. Да не трогайте вы этого генерала, ему уже так досталось. Есть ли это повышение власти или нет? Мюллера сказал, значит, некоторые у меня в моей группе считают, что это превышение власти. Некоторые считают, что это невырушение. Я, честно говоря, не хочу решать это сам. Вот есть, значит, DOJ, то есть Министерство вирус-президенции. И, пожалуйста, вы займитесь и решите это сами. Что? Все, так сказать, они втроем уселись. Розенстайн, Мюллер и Баррин, и уселись втроем. Может, там было еще 20 человек, я не знаю. И написали вот эту четырехстраничную записку. После чего все, да, значит, опубликовывать все нельзя, потому что там есть достаточно много секретной информации. И специально по этому поводу, после Уотергейта, и после всех дел, которые были с Клинтоном, когда Старвилл расследовали, выписаны очень точно законы, там, я их сказал, подзаконные акты и тому подобное, чего генеральный прокурор должен показывать, а что нет, что должно остаться в недрах организации, где сидят специалисты. Вот, значит, а точно так же, как АРС, то есть налоговое, и Министерство юстиции создано для того, чтобы верил им Конгресс. Верил. Значит, что такое верил? Там, так сказать, Сид Мюллер, которого они обождествляли. Сид Розенстайн, про которого, так сказать, мы уже знаем, что у него замазан, так сказать, слегка, так сказать, носик, потому что он тоже подписывал, значит, одно из продлений на право следить за Трампом, который, конечно, очень бы хотел, с моей точки зрения, чтобы Трампа хоть в чем-то обвинили тогда, можно было как бы его самого оправдать, да? И сидел в бар, который никак за все время своей службы, о чем говорили все с предыдущих служб, он уже был однажды генеральным прокурором, никогда не обвинялся в том, что он, как здесь говорят, партизан, то есть за одну сторону воюет. И всегда, наоборот, говорили, что он очень взвешен, выполняет свои обязательства, знает, он служит Америке, а не какой-то конкретной партии, в отличие от, кстати, демократов. В общем, разговаривали про Миллера, вдруг одна из дам демократок говорит, вот вчера на Фоксе вроде проскочила информация, что вы вроде бы собираетесь там еще что-то расследовать, и чего вы такое расследуете там еще? Он говорит, ну, как же, так сказать, вот ко мне поступили заявки от, скажем, Лесли Грэма, Линдзи Грэма, почему-то его Лесли называют, Линдзи Грэма, из Конгресса, от бывшего председателя комитета по разведке, о том, что были завершены всякие процессуальные и другие, так сказать, ошибки или, так сказать, преступления, и я пытаюсь разобраться, правильно или неправильно велось следствие Хиллари Клинтона, велось следствие Трампа, и на одних ли основаниях оно велось под одним же принципом, и, кроме того, я пытаюсь выяснить, каким образом было получено все эти самые разрешения, ну, то, что я вам, так сказать, минуту назад рассказывал, да, что почему-то ввело эту даму и всех остальных демократов в Конгрессе, сидящими там, так сказать, на этой комитете, в состоянии какого-то ошарашенного, я даже не знаю, какого-то, они аж сбледнули все, такое было впечатление, что им сейчас сказали, что их всех посадят, там, не знаю, на дыбу или на всю жизнь в тюрьму, значит, она говорит, вы только, не дужели вы, может, вы думаете, даже можете себе такое представить, что за, значит, организацией Трампа кто-то шпионил, Барт задумался и начал в голове, явно, что видно было, зашевелить губами и подбирать слова, как бы поточнее сказать, потом он сказал, вы знаете, да, я знаю, что за ними шпионили, господа, мы все знаем, что за ними шпионили, но начался такой поток, Нэнси Пелоси выступила практически моментально, я думаю, что барыша даже не вышла из этого зала, она выступила и заявила, что она больше не верит ни одному слову, потому что бар из честного порядочного человека стал цепным псом Трампа, дальше выступили практически все руководители комитетов в Конгрессе, выступил Шумер, который все говорили, что теперь все понятно, что бар подделывает отчет Мюллера, ну, это просто счастье, как бы, так сказать, они вот испытали такое, и что все там не так, и что теперь точно они обязаны посмотреть весь отчет со всеми страницами, со всем тем, что запрещено им смотреть и тому подобное. Главное, что они теперь поняли, что и Мюллер, и Барр, и Розенстин, которые писали эти четыре страницы, они борцы за Трампа, они честные и порядочные люди, и даже уже есть идеи объявить Барру и всем остальным импичмент, вот, а им тебе импичмент, за то, что Барр посмел сказать, что, ну да, да, шпионили за ним, вот, выступает на этом самом, на СНН выступает Брэннон, который, значит, сначала показывает его кадр, там, два года тому назад, и его спрашивают, скажите, а за Трампом кто-то шпионил? Он говорит, ни о чем вы говорите, нет, конечно, а сейчас, значит, снова его спрашивают, вот и тогда сказали, что нет, он говорит, да, никто не шпионил, все это обман, это как и нагло всем, вот, на МСН выступает, значит, их человек, которого они наняли, как Брэнон, значит, из ЦРУ наняло СНН, так, значит, этого из национальной безопасности руководителя нанял МСН, МСН, и тоже показывают кадр, там, год тому назад, когда он говорит, никогда никто не следил, как, а, два года, когда Трамп сказал, что за мной шпионят, да, как он вообще может такое говорить, да его нельзя выбирать в президенты, потому что он лгун, врун, там, и тому подобное, ему говорят, а вот Бар сегодня, сегодня переходит уже, сказал такое-то, и он говорит, как он смеет говорить про американских разведчиков, что они шпионы, вот, то есть шпионили, или разведывали, или следили, или обнюхивали, или вы в дырке все проковыривали, что означает все одно и то же, просто слова разные, но возмущает их слово шпионили, я думаю, что часть из них просто играет в игру для того, чтобы возбудить народ, что нельзя верить в отчет Бюллера, а другая часть просто от ужаса, от того, что они могут найти, просто под себя ходит, постоянно, и днем и ночью. Бывший председатель комитета по разведке Дэвин Нюнесс сделал сообщение о том, что шпионить они начали гораздо раньше, чем мы думали, в конце 2015-го, в начале 2016-го года, то есть на самом деле, и потихоньку сливали эту информацию с тем, чтобы создать такую обстановку, а официально, официально этого расследования, конечно же, еще не было, это было неофициальное расследование, и, скорее всего, это незаконно, поэтому, что шпионили, тут выступил и Нэнси Пелоси, и Чак Шумер, обвинили его в том, что он сторонник теории заговоров, и вообще, как это можно говорить, меня возмущает другой факт, как можно выходить после того, как закончилось расследование Малера, и там однозначно скажем, Барбит в своем этом коротком письме приводит цитату из доклада Мюллера о том, что ни Трамп, ни кто из его, так сказать, команды, из предвыборного штаба не замечен, не доказан, нет никаких доказательств тому, что они сотрудничали, координировали действия с русскими, и после этого выходит кандидат в президенты Эрикс Волвелл из Калифорнии, и говорит о том, что Трамп является агентом Кремля. Да, ему совершенно наплевать на факты, является и все, точка. Да, но я еще хочу добавить еще одну вещь. Позавчера, позавчера, да, позавчера, в среду, также был второй день допроса главного юрисконсульта ФБР того времени, когда Коми был там во главе. Значит, человек понтил руку, я буду говорить правду, правду, и чоками правды, уселся, и начал рассказывать правду, ему скрывать нечего, что называется, он просто бумажки проверял, так сказать, давал советы, когда его просили. И оттуда унесли у нас несколько безумно забавных вещей. Ведь нам все время рассказывали о том, что приглашение Мюллера как независимого, значит, вот прокурора произошло из-за того, что вот так вдруг взял Трамп, уволил Коми, а, значит, и 8 дней они все, так сказать, бесились и бегали, и думали, что, мол, якобы Трамп пытается скрыть следы своих сотрудничества. И тогда родилась мысль, и вот тогда Розенстин, значит, пригласил Мюллера в качестве генерального, так сказать, независимого процесса. Выясняется, как говорит этот юрист. Он говорит, я не помню, когда, я не помню, кто именно эту мысль, так сказать, притащил. Но, по крайней мере, месяц до того, как Коми уволили, мы все обсуждали, имеем ли мы право, и если нет, то как пригласить, притащить, значит, специального прокурора, чтобы выкинуть президента, только что избранного президента Соединенных Штатов Америки, с его работы. А второе, он говорит, когда его спросили, слушай, какие-то такие слухи ходят, что вот Розенстайн вроде бы сказал, что он собирается одевать микрофоны на себя, готов, развешиваться, пойти к, значит, президенту, начать им задавать всякие вопросы, а потом пытаться его на чем-нибудь поймать. А Розенстайн сказал, что это была шутка. Тут говорит, ну, я, говорит, как-то не один раз-то слышал, и он сам-то при мне предлагал, говорит, какая шутка, говорит, может, он шутил, но тогда, значит, никто из нас так не понял, мы все очень серьезно к этому поняли, про это поняли и прочее. Третий вопрос и последний, значит, который вот я хочу сказать. И мы сказали, скажи, пожалуйста, а вот с нашей точки зрения мадам Клинтон, она кругом-бегом виновата в том, что она делала. Он говорит, с моей тоже. Он говорит, как, говорит, с моей тоже, ты же главный дисконсульт. Он говорит, ну, я, говорит, и когда посмотрел материалы, я сказал и Коми, и, значит, Макоу, что абсолютно 100% она виновата. И тогда меня начали убеждать, и они все вместе и убедили поставить свою подпись на том докладе, который потом привел к Коми, убедили, да, то есть человек, который юридически должен был дать свое заключение, на основании которого они должны были потом работать, он сказал, конечно, виновата, конечно, сажать. Лиза Пейдж на слушаниях в Конгрессе под присягой подтвердила, что они готовили, на самом деле, обвинение Хиллари Клинтон, и что их остановило Министерство юстиции, вы помните, кто был министром, это Лоретта Линч, и они дали команду отставить никаких обвинений, ничего такого, ничего подобного, то есть коррумпированная насквозь верхушка Министерства юстиции, ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности, которые принимали активное участие в проталкивании вот этого заговора против Трампа, с этим досье носились и пытались как-то, не знали, как его следить. Досье ведь, если вы помните, об этом говорилось всегда, это досье гуляло по Вашингтону давно, но никто из средств массовой информации его не публиковал, потому что... Он не хотел трогать, потому что, так сказать, вспоминает о том, что там было написано, просто неприлично его трогать было. Оно воняло на сто километров, поэтому с ним никто не хотел связываться, поэтому они искали любую возможность, каким образом придать ему легитимность, поэтому Коми вместе с Клапером был у президента, у кандидата в президент, ну тут есть досье такое дурацкое, и там привел... Но до этого они поехали к Обаме и сдали такое ощущение, что это какой-то очень серьезный документ, потому что они мчатся к уходящему президенту, оттуда прямо едут к этому самому президенту с этим документом, то есть значит, какой-то дым есть, и значит, есть огонь. И привели ему выдержку из этого досье, наиболее нелепую, над чем Трамп усмелся, говорю, ерунда какая-то, вы че, и потекла информация, и потекла информация, Клапер на СНН слил информацию о том, что существует досье. Сначала Маккейн через своего помощника слил эту информацию в BuzzFeed. Да. Маккейн тоже сыграл определенную роль, потом... Они по всем каналам пытались это толкнуть, и через Орот, через Орот, так сказать, через четвертого человека в Министерстве юстиции пытались, или третьего там по рангам, пытались протолкнуть это в ФБР. В общем, придать легитимность этому досье, и потом... Да, и Коми, кстати, на слушаниях, ведь он сказал, что это досье непроверенное, не, так сказать, не нашло никаких подтверждений. И в то же время он подписал первый запрос, первый аппликейшн, файзакорд, для того, чтобы получить ворент, для того, чтобы официально... Право на слежку, основанное на этом досье и на статье, которая была написана в газете... Майклом Исиковым и Исаковым. Из этого же самого источника. Они сказали, что это два источника, которые проверяли, и они сто процентов проверены, и, так сказать, все сходится. То есть, другими словами, Кристофер Стилл состряпал досье, это досье был один источник, потом Кристофер Стилл встретился с Майклом Исиковым, Исаковым, написали статью, и вот из одного источника, как бы... А получается, что вроде два источника... Вали зависимых подтверждений. Только я думаю, что не Кристофер Стилл состряпал, а состряпал, значит, то, что называлось раньше Комитет Государственной Безопасности, то есть ФСБ. Ну, понятно. Потому что вот как только я услышал о том, что некие две проститутки, извиняюсь, писали на кровать, на которой, значит, вот раньше спал Обама по просьбе Трампа, то я тут же завопил сразу же. Это ГБ, это ГБ. Почему? Это в Советском... В России такая булька там насчет, извиняюсь, испражнения в кровать. Ни одному нормальному американцу для удовольствия такое в голову не может прийти. Это абсолютная ГБшная история. Давайте попробуем принять. От не дождался радиослушатель. 847-400-5200. Мы открыты для общения с вами. Так что, если вы наберете этот номер телефона, если у вас есть вопрос, Леонн постарается на него ответить. Или... Да, давайте, примем до перерыва. У нас еще есть время. Пожалуйста, вы, Филип. Здравствуйте. Вы знаете, я вчера смотрела Факт-ньюс, и были представители из Республиканской партии, в частности Джим Джордан, и ему задали вопрос. Как вы думаете, будут ли обвинены или кто-либо обвинен в государственной измене или в криминальных преступлениях? Он говорит, несомненно. И стал перечислять, значит, Коми, Пейдж, строк и так далее. То есть, вот мы столько, в общем-то, два года здесь на нашем радио обсуждали это, хоть бы в конце концов начали их сажать. Так что, похоже, что все идет правильно. И вполне возможно, что Мюллер, в конце концов, стараясь даже обвинить Трампа, он понял, что там идет расследование со стороны республиканцев или со стороны, так сказать, независимых компаний, таких как, например, Judicial Watch и так далее. И что, если он каким-либо образом поступит так же, как Коми, то ему самому не забравать. И поэтому, вспоминая советский фильм, вор должен сидеть, и он будет сидеть. Спасибо вам большое. Ну, это был не вопрос, это, скорее, был такой комментарий. Поэтому давайте мы, наверное, сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!